Всем привет! Если вам кто-то скажет, что компьютерные игры не приводят ни к чему хорошему, расскажите ему историю Ведрана Яньетовича. Вратарь родился в Хорватии, и когда ему было 7 лет, он с семьей переехал в Австралию в небольшой городок Панч Боу. Ведран пришел в футбол в 14 лет и выбрал вратарскую позицию благодаря своей хорошей координации и реакции, которые парень развил на занятиях карате и регби. В 19 лет Яньетович наконец получил свой первый профи-контракт, но дело было во второй лиге Хорватии. В скромном НК Бьеловар он провел всего два матча, и тут каким-то чудом для голкипера подвернулся вариант с Сиднеем. В составе молодежки австралийской команды он стал чемпионом страны, но спустя год Ведран уже был слишком взрослым для молодежной лиги и перебрался в полупрофессиональный Сиднеи Юнайтед. После одной из тренировок парень пришел домой и почувствовал острую боль в локте, через пару дней у него отказали указательный и средний палец. Врачи не могли ничем помочь, и никто толком не мог поставить диагноз, ссылаясь лишь на то, что эта проблема заключается в невралгии. Спустя 10 месяцев лечения боли в локте утихли, и Ведран вновь почувствовал пальцы. Но ненадолго, через несколько дней болезнь проявилась снова. Яньетович ожидал годовой курс лечения. Куча капельниц, странные аппараты и лекарства, сильно влиявшие на тазобедренный сустав. В 22 года парень был прикован к постели и потерял больше 15 килограммов веса. Возвращение к нормальной жизни началось с PlayStation. Врачи рекомендовали использовать поврежденные пальцы по максимуму, и Ведран подсел на Call of Duty. Игра помогала держать его пальцы в тонусе и заодно отвлекала от плохих мыслей. Ведран стал настоящим профи в игре. Его рейтинг стремительно повышался. Это хорошо влияло на самооценку. И со временем, благодаря игре на приставке, чувствительность пальцев вернулась окончательно. Конечным этапом возвращения в футбол стало наращивание потерянной мышечной массы. Ведран оборудовал у себя в гараже тренажерный зал и достаточно быстро вернул былую физическую форму. В 25-летнем возрасте Яньетович наконец заиграл. Случилось это в составе Сиднея в сезоне 13-14, куда как раз заезжал доигрывать Сандро Дель Пьеро. Затем голкипер сменил клуб, перебравшись в стан врагов Сиднея из Western Sydney Wanderers. В одном из матчей против бывшего клуба фанаты атаковали его игрушечными змеями, но Ведран отнесся к этому с улыбкой. Он до сих пор по вечерам продолжает играть в Call of Duty и ни на минуту не забывает о кошмарном периоде своей жизни. В FIFA 18 у Яньетовича серебряная карточка с рейтингом 66. В онлайн-режимах игры ей было сыграно 289 матчей. В текущем сезоне чемпионата Австралии 30-летний вратарь провел 26 матчей, а его клуб идет на шестом месте в турнирной таблице. Ставь лайк, если восхищен силой воли Ведрана Яньетовича. Пиши в комментариях, в какие игры, кроме футбольных симуляторов, любишь играть ты. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!